Утром ровно в 9 часов 4 минуты по преднестровскому времени началось астрономическое лето в северном полушарии нашей планеты. И хотя календарное лето, а вместе с ним и жара, пришли к нам гораздо раньше, у этой семьи сегодня точно особенный день. День ничего не деланья. Мы, правда, не знали, что сегодня такой день. Мы угадали. Пошли в бассейн, искупались, покатались на велосипедах, нам мало. И вот мы купили себе водные пистолеты и продолжаем этот день, как бы, водные процедуры. Потому что лето, как-никак, хоть длинный день, короткий день световой, но лето, его нужно сполна сделать по максимуму. Летнее солнцестояние для древних людей всегда олицетворяло зарождение жизни. Кроме того, праздник солнца нередко означал и зарождение любви. По поверьям, наши влюбленные предки клялись друг к другу в верности и признавались в своих чувствах. Такую добрую традицию мы решили привить и человеку современному. Сегодня в этот день, самый длинный день в году, я бы хотел, как и не единожды это делал, признаться тебе в любви. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Солнце, люблю тебя. Больше всего на свете. И я тебя очень люблю. Во время летнего солнцестояния и на Руси, и в Европе было принято гадать и прыгать через костер. Праздник Ивана Купала изначально отмечали именно в этот день, гласят древние легенды. С научной точки зрения это явление изучают астрономы. По следующие три дня наступает так называемое явление, как летнее солнцеворот. То есть это означает только лишь следующее. Это не значит, что солнце дословно начинает двигаться в обратную сторону по небесной сфере, в видимом его пути. А солнце как бы подвисает на эти три дня в этой кульминационной точке. И затем, естественно, день убывает. Еще говорят, что 21 июня подходит для программирования будущего на позитив, на реализацию самых смелых мечтаний. Кстати, желание тех, кто грезит о скорейшем наступлении дня завтрашнего, точно исполнится. Эта ночь самая короткая в 2013 году. Анастасия Чернесенская, Татьяна Лилица, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский.